потом себе хочу это другой компьютер купать просто сейчас просто еще каплю деньги четырех ядерные хочу повезет а это четырех ядерные кредиты можно брать ну в кредит если с кем-то из старших пройдешь у нас как бы начиная с 25 лет кредит можно брать 25 но если если вот мне например 25 лет надо справку с работы справку с банка что у тебя зарплата поступает справку с места жительства но это вот насчет того что у меня деньги есть это у меня то есть то что у меня деньги будут иметься это не проблема вот у меня инвалидность это хоть конечно умея мама большую часть маме я отдал но 3000 мне больше четырех поступает я и 3 300 вот на этот насчет она у меня постоянно забирает на это на квартиру платит и все это но 1000 у меня постоянно остается тысяча в месяц это достаточно да конечно но это те она добудет нашим начали но у меня тысяча тысяча восемьдесят семь где-то в месяц это вот то постоянно остается на счету ну и в год это умея имеется короче говоря если короче говоря не снимать со счета то я посчитал то где-то тысяч тринадцать остается так можете лучше подкопить и потом сразу прийти купить то что там сразу надо будет платить 30 процентов а 30 процентов то сколько но смотря на какую сумму выберешь вот есть например тысяч на тридцать семь это сколько ну это пресс где-то тысяч 13 сразу дать а куда тебе такой за 37 тысяч компьютер они сейчас четырех ядерные в районе 10 можно купить ну если тебе надо четырех ядерный то он в районе десяти тысяч стоит можно такой купить я хочу просто с хорошим процессором и это ну а там неплохой процессор там нормально я это хочу с это мощный мне вместе это знакомый просто это подберет да ну он знает как просто зависит от того как и на какую сумму ты выберешь а у нас кредита лишь у нас кредит только на полгода дается 30 процентов надо сразу заплатить остальное за полгода выплатить ну короче говоря это за за один год сумму выплатить да так что за полгода за шесть месяцев у нас кредит только на шесть месяцев это за за полгода на полную сумму дать это за бюджет Ну это я буду еще позже брать, конечно, еще когда накоплю, еще, конечно, сколько-то и смогу дать на полную сумму, а потом уже кредитом выплачу. Можно так? Ну, большую часть выплатить, а потом остальное кредитом. Так тоже можно? Потому что это... Мне, конечно, хотелось бы это взять до перехода на евро. Так тоже возможно, да? А как это будет, когда на евро переход будет? Ну, по курсу будешь потом в евро платить. Все будут сразу там получать тогда на евро. Ну да. Просто пересчитают по курсу. Деньги твои будут платить их в евро. Сколько буду получать и столько в евро будет просто уходить. Угу. Ну да, понятно. Ну а как тогда на магазинах? Тоже по евро как-то? Да. Да. Все так же. Так вот. И у евро там тоже мелкие купюры есть. До единицы. Да. И центы так же. А, ну если есть и центы, и единицы, то уж. Там даже еще мельче. Ну раз там еще до единицы тоже есть, то раз там так же будет, как и на кронок, просто немного по-другому. Угу. Платиться то. Ну это и раз это так же, то не проблема. А я уж этого боялся. Ну я просто знаете что боялся? Просто что это будет платиться по-другому, как как-нибудь по-другому, что там какие-то большие тысячные или... Не, там такие же маленькие деньги, как и крона. Я боялся, что там тысячные какие-нибудь, пятисотки или... Не, наоборот, их еще меньше будет. Пятисотки это... Пятидесятки, двадцатьпятки, всякие. Другие купюры какие-нибудь.